МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». В рубрике «Епархиальные вести» смотрите сюжеты о праздновании Дня памяти преподобного Сергия Радонежского и презентации книги «Детям о Задонске». 8 октября Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский, совершил божественную литургию в честь престольного праздника храма преподобного Сергия Радонежского города Липецка. В сослужении духовенства епархии владыка молитвенопочтил память представления игумена земли русской. Христа мою любовью выразлися преподобней, и тому невозвратным желанием последовал вас. Всякое наслаждение плоское возненавидел естит, и яко сонце отечеству, что ему посиял естит. Девы, Христос, даром чудеса Бога китя, поминай нас, чущих пресветлою память Твою тазовенки, радуйся, Сергие Богомонне. Преподобный Сергий посвятил себя Христу в самом молодом возрасте. Большую часть жизни он провел в иноческом подвиге, созидая основанную им обитель и во славу Божию принимая всех, кто нуждался в исцелении и духовном наставлении. Узнав о скором представлении, он простился со всеми своими учениками и мирно отошел ко Господу. Если мы с вами исповедуем христианство, то положить жизнь за други своя является высшей ценностью для православных христианина. Будь он воин, будь он маленький или женщина. Вот эта ценность почему-то в сегодняшнем мире размазана. Мы с вами, к сожалению, задумаемся, как бы нам больше с вами прожить. И для этого делаем все возможное для сохранения свое здоровье. Но совершенно не думаем, что после этой мимолетной жизни, для кого-то она 20, для кого-то 70, 100 лет, наступает жизнь вечная. И для жизни вечной наша вот эта мимолетная жизнь является основным, где мы можем заложить фундамент нашей будущей жизни. И как показал нам преподобный Сергий в своей жизни, молитва здесь является то проводник, который нас вводит в жизнь в вечную. Еще при земной жизни святой Сергий трудился не только над возделыванием послушания, смирения и молитвы, но также заботился о духовном единстве русской земли. И сегодня, по прошествии веков, продолжает ходатайствовать перед Богом о своем земном отечестве. В это сложное время не все выдерживают испытаний. Некоторые пытаются куда-то уклониться в эти сложные дни, забывая слова Господа, который сказал, тот, кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня Евангелия, тот сбережет ее. Вот с этими словами и с другими словами преподобный Сергий обращался к великому князю Мгитердонскому, когда благословил на великую битву с Мамаем. Он благословил бы и молился о нем. По завершении богослужения владыка Арсений обратился к собравшимся с проповедью об исполненной любви и благодатных трудов жизни преподобного. В нашей жизни мы всегда ищем благодатных людей, которые являются проводниками этой божественной воли. Мы ищем старцев, молитвенников, подвижников. И часто оставляем свои дома, свои партии, приходы, исследуем куда-то далеко, чтобы встретиться с этими людьми и получить ответы на свои жизненные вопросы и искания. Так и князь Димитрий, еще тогда не доской, но великий, приходит к вратам Троицкого монастыря в Радонеже и падает вниз пред преподобным Сергием, прося его молитвы, заступления и вдохновения на эту борьбу, в которой он не думал, что он победит. С переходом преподобного Сергия в жизнь вечную, православные христиане обрели еще одного заступника, щенроподающего наставления и поддержку каждому, кто обратится к нему с искренней молитвой. 11 октября в детской школе искусств города Задонска состоялась презентация книги «Детям о Задонском монастыре». История о Задонской Рождестве Богородицкой обители, изложенная ее насильником монахом Олипием Казанцевым, была проиллюстрирована рисунками воспитанников художественного отделения школы. Эта книга о монастыре, она сделана для детей, нам было важно, чтобы ее делали дети, дети Задонска, для которых монастырь, Задонск, монастырь – это что-то теплое, родное. И мне кажется, что у них получилось. И когда мы закончили, мне преподаватели говорили, что уже рисунки были закончены, дети сами спрашивали, а когда мы будем рисовать монахов. Вот это, в общем, тоже важно. Но перед этим, конечно, мы рассказывали, кто такие монахи, как они носят клобаки, как они ходят по монастырю, что мы не ходим по монастырю в мантиях там и в клобоках, что у нас другая одежда. Мы все это рассказывали, показывали, то есть они не фантазировали. Там много, в основном там вся правда. Презентация сопровождалась концертом. Учащиеся школы искусств подготовили несколько музыкальных номеров, с которыми выступили перед гостями мероприятия и ребятами, принявшими участие в создании книги. Книга о монастыре мы приняли участие, потому что просили нарисовать. Мы нарисовали шедевры. С вами было интересно? Конечно. Да, очень. Очень, очень понравилось. Интересные истории, под них было приятно рисовать. Детской школе искусства очень повезло, и у нас есть уникальная возможность, наверное, у редкого количества детей, еще у часть школи, получается стать настоящими иллюстраторами. И проект рассказа о Рождество Богородицком монастыре для детей – это второй проект, который мы реализуем совместно с нашим монастырем. Это уникальный опыт, который получили наши ребята, и мы очень рады тому, что этот проект получил свое воплощение. Сегодня мы увидели живую книгу и подержали ее в руках, с чем я всех и поздравляю. В ближайших планах молодого творческого коллектива работа над второй частью книги, в которой будет рассказываться о подвижниках, в разное время населявших Задонскую обитель. Авторы и исполнители проекта надеются, что под молитвенным покровительством святителя Тихона Задонского и других небесных покровителей монастыря этот труд будет совершен. В рубрике «Благовестники» вы увидите репортаж о Липецкой кадетской школе номер 43. Первые кадетские школы появились в России в 1732 году. Были задуманы как учебные заведения для подготовки молодежи не только к воинской службе, но и ко всем видам государственной и общественной жизни. В 2009 году средняя школа номер 43 города Липецка получила статус кадетской, став единственной подобной школой в Липецкой области. Во многом это стало возможно благодаря инициативе директора Галины Николаевны Астаховой. Когда она заняла здесь руководящую должность, в ней не было и 300 учеников, а ведь учебное заведение находилось недалеко от центра города. Учреждению уже тогда было присвоено имя выпускника майора милиции Алексея Каврижных, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской республике. И Галина Николаевна решила, что школе суждено стать кадетской. Наши дети победители многих спортивных соревнований. Мы всегда лидируем в спартакиаде до призывной молодежи. Мы получаем призовые места в соревнованиях региональных по баскетболу. И школа делает все для развития физической подготовки детей. Вот во второй половине дня как раз мы реализуем программы дополнительного образования. Мы являемся участниками федерального проекта «Успех каждого ребенка». И в этом году, только в этом году, выделены средства на реализацию программ дополнительного образования. На ЕГЭ получили золотые медали. И даже есть девочка, которая у нас набрала 100 баллов по русскому языку. Это наша гордость. Наши дети поступают не только в военно-учебные заведения, а также поступают в достойные вузы страны. В этом году ребенок поступил в МГУ. В этом году ребенок у нас поступил в университет имени Баумана. Они поступают на очень серьезные факультеты. Наши дети продолжают в дальнейшем обучение и в юридических вузах, и в педагогических вузах, и в серьезных технических. Но даже если они идут в технические вузы, то они поступают на военные кафедры. Поэтому гордимся нашими детьми. Если ребенок выходит из кадетской школы, то самое главное, что стараемся мы ему привить, это любовь к детям, к своей семье, к своей школе, к своей стране, гордость за наше Отечество. Вместо класса в школе взводы, а все дети одеты в специальную форму. Ребят приучают к дисциплине с самого начала. Каждый урок начинается с доклада об отсутствующих. Взвод встать. Смирно. Товарищ учитель, 71-й. Взвод, круг, геометрия готова. Незаконно отсутствующих нет. Здравствуйте, товарищ кадет. Здравия желаем, товарищ учитель! Вольно садись. Мальчики и девочки приходят в эту школу не только за знаниями. Многие уже выбрали свой дальнейший жизненный путь. Стать кадетом, казаком-кадетом был мой выбор. С детства я смотрела по телевизору на 9 мая парад. И очень хотелось стать кадетом. Почему? Ну, чтобы потом, может быть, когда-нибудь в будущем участвовать в этом параде. Самой первой детской мечтой в моей жизни, это стало посвятить свою дальнейшую жизнь в военной медицине. Также моя мечта – это спасать людей. Я решила пойти в эту школу, потому что почти с самого детства я очень хотела посвятить жизнь каким-то военным, более военным действиям, поступить в какую-то военную академию. Как-то организовывать покой, мир в стране. Кадетская школа Липецкой области – уникальное образовательное учреждение. И одной из отличительных черт является ее особенностью. Первое – эта школа работает в режиме полного дня. То есть дети приходят в школу к 8 часам и пребывают в школе до 17 часов. Первая половина дня реализуется основное расписание учебных занятий. Вторая половина дня – это работа с офицерами-воспитателями. Вторая особенность, отличительная черта – это военизированное образовательное учреждение. Дети носят кадетскую форму. Вы знаете, это нелегко. Не каждый на себе может примерить эту форму. Это ведь требует сразу определенную ответственность, которая ложится на плечи ребенка. Я всегда говорю, вы учащиеся кадетской школы. И где бы вы ни были на территории нашего города, все знают, что вы кадеты. Поэтому вы правильно себя должны вести на улице, в транспорте, где бы вы ни были. Кадеты проводят в школе полный рабочий день. Три раза в день они питаются в столовой. Здесь свои нормы питания, разработанные с учетом физических нагрузок ребят. Помимо основных общеобразовательных занятий, в кадетской школе есть физическая, строевая, огневая подготовка, хореография, военная история. Есть и специальный казачий класс, где изучаются культурно-исторические традиции казачества. А мы давно к войне готовы, но мы войны, ой, не хотим. А нам чужой земли не надо, но их своей не отдадим. А нам чужой земли не надо, но их своей не отдадим. Девочки и мальчики, они учатся хорошо. С ними проводятся занятия дополнительные по истории казачества. Показывают фильмы по казачеству. Связаны с героикой казаков, которые в годы Великой Отечественной войны, в годы Гражданской войны, в годы, которые были раньше войны в России, и сейчас. Поэтому единственная школа, которая в Липске есть, она показывает свои, так сказать, успехи и свою значимость. Большое внимание в школе уделяется духовно-нравственному воспитанию. Священники передают детям знания основ православной культуры и помогают в сложных жизненных вопросах. Отдел по взаимодействию с казачеством Липецкой митрополии регулярно проводит беседы с детьми. На этих беседах детям рассказываем об основных церковных праздниках, о том, как подготовиться к таинству и исповеди, причастиям. Рассказываем об святых угодниках Божьих, которые были воинами, потом впоследствии канонизированы Святой Церковью. Особое внимание уделяем патриотическому воспитанию. На этих беседах ребята часто задают вопросы, общаются, могут задать любой вопрос священнику. С первых дней мы ребятишек приучаем как патриотически, да, любить свою родину, свою семью, малую родину, большую родину. Так и, конечно, идет духовное воспитание. Это прежде всего семья, почитание своих предков и родителей, прежде всего, почитание старших. Поэтому с первых дней мы детей этому обучаем. На самом деле патриотическое воспитание без духовного никак не может быть. Самым любимым мероприятием в школе для ребят является традиционный кадетский бал. На нем каждый может в торжественной обстановке почувствовать себя участником настоящего дворянского бала прошлых веков. Также ученики обязательно проходят посвящение в кадеты, которому долго и тщательно готовятся, изучают устав. Каждый год они участвуют в фестивале патриотической песни и других конкурсах. Недавно в патриотическом конкурсе «Честь имею», который проходил в Белоруссии, липецкие кадеты заняли первое место среди российских команд. Жизнь в кадетской школе очень насыщена, а главным девизом для ребят являются слова, написанные на знамени. Закон, честь, порядок. В рубрике «Тебе поем» прозвучит песнопение «Неувядаемый цвет». Поет сестринский хор Богородицы Тихоновского женского монастыря села Тюнино. Закон, честь, порядок. Песня «Тебе поем» прозвучит песнопение «Неувядаемый цвет». Песня «Тебе поем» прозвучит песнопение «Неувядаемый цвет». Песня «Тебе поем» прозвучит песнопение «Неувядаемый цвет». «Неувядаемый цвет». Мы завершаем нашу передачу словами святителя Тихона Задонского. Что светильник в доме, то вера живая в сердце человеческом. Мы прощаемся с вами на неделю. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова